Приветствую вас! Значит, смотрите, ну, достаточно много моментов есть, которые я хотел бы вам озвучить, да? Значит, ну, во-первых, то, что для мужчины, если он действительно глава семьи, если вот он такой прямо классический мужчина, то для него действительно очень тяжело, очень болезненно, что вы, точнее, что он, не вы, а он потерял работу, вот. Для него это тяжело, для него это сложно, для него это ужасно, вот. И вам нужно это понять, что это, по сути, вся его мужская гордость оказалась под ударом. Ну, это первое. Второе, значит, если вы живёте с родителями, то на родителей можно перевесить часть обязанностей за ребёнка, за внуком, вот, за внуком, а вам самой нужно заниматься собой, своим карьерным ростом, своими достижениями и успехами, потому что все ваши обиды, которые имеют место быть, это из-за, с одной стороны, чрезмерного вовлечения в, собственно, материнство, да, чрезмерного вовлечения в роль жены, с другой стороны, то, что вы, видимо, не реализуетесь, вот. Потому что вы говорите, что мне нужно его внимание, да, но получается, по сути, что мы зависимы от него, зависимы от его внимания. И получается, по сути, что всё, что вы делаете, да, вот, всё, что вы делаете, вы это делаете для него, а не для себя, вот. Тогда как делать всё это нужно всё-таки в большей степени для себя, а не для него. Тогда и, соответственно, у вас не будет никаких проблем с ожиданиями, с обидами и прочим, вот. Потому что на данный момент мне видится история такой, что вы слишком-слишком зависите от него, вот. И это неприемлемо для отношений, вот. Также, что важно, это то, что вы не уверены в себе. То есть вы говорите, что вроде бы всё хорошо, что у нас всё прозрачно, что у него нет другой, да. То есть видите, вы уже как бы не уверены в себе, вы сомневаетесь в себе, вы, возможно, боитесь того, что он вас бросит, боитесь от нас водная и так далее. То есть всё это говорит о том, насколько вы сами состоятельны, как личность. Вот. С другой стороны, вы пишите, что вам нравилась его ревность, кроме скандала, да. То есть мужчина ваш, он ревнивый. Если мужчина ревнивый, то это означает, что человек хочет, чтобы вы принадлежали только ему. Вот. Ну, примерно, да. Вот. А если человек хочет, чтобы вы принадлежали только ему, то, соответственно, он потерял интерес к вам, как только понял, что вы, ну, как бы вот вы никуда не денетесь от него уже. Вот. А также у меня возникло ощущение, что у вас очень мало общего. То есть вы, кроме как, вы его, кроме как тем, что женщина и мать, жена, точнее даже, и мать, и его ребёнка, вы его не привлекаете никак. Это, на самом деле, очень серьёзная проблема, потому что, ну, по сути, это проблема, по сути, это проблема вашего общего. Вот. То есть это проблема того общего, что есть у вас, то проблема того общего, что есть между вами. Вот. И, на мой взгляд, это, в общем-то, весьма проблематично. То есть нужно срочно работать над тем, чтобы у вас было как можно больше общего. Вот. То есть это развивать интересы, да. То есть не просто, вот, как вы сейчас это делаете, просто там, поховествует это делать, и всё, ждёте его похвалы. Это, знаете, какая-то детская позиция у вас. То есть он, как, словно, как будто родитель должен вас хвалить, а вы, как ребёнок, делаете что-то для того, чтобы он вас похвалил. Вот. Вот. Это детская позиция. Вот. Нужны общие интересы. Нужны, нужны общие взгляды, общие, общие дела. Вот. Понимаете? Для этого вам нужно расширять свой кругозор, для этого, как раз таки, не нужно заниматься постоянно хозяйством, да. Не нужно для этого заниматься постоянно домом, не нужно для этого заниматься постоянно какой-то вот такой домашней работой. Вот. То есть, видите, когда вы работали, да, у него к вам было, как бы, больше интересно. Вот. Правда, конечно, это был интерес, связанный не только с тем, что он мог заспотреблять, но тем не менее. Вот. Обратите внимание на то, также, что у вас патриархальный очень склад семьи, то есть женщине, отведено очень ограниченное место. в иерархии семьи. И, к примеру, мужчина не может там ничего готовить, да. То есть вы говорите, что его друзья там, ну, подняли бы его должность, если бы знали, что он что-то приготовил. Вот. На мой взгляд, это очень серьезная история, серьезная ситуация. То есть вы выбрали себе такого мужчину, который, в принципе, женщина воспринимает, как, ну, как предаток хозяйству. Вот. И не более того. И если вы, ну, выбрали себе согнать такого мужчину, то право ваше, как бы. Вот. Но за это нужно заплатить цену. То есть такую цену, что, когда вы вместе и когда вы, когда вы постоянно-постоянно дома, то, соответственно, мужчину вы практически не интересуетесь в силу того, что вы рядом. Такова цена того, что вы выбрали себе такого мужчину. Если вы считаете, что это подходящие для вас отношения, ну, значит, это вам решат. Если вы считаете, что это не подходящие отношения, то нужно отвоевываться, свое личное пространство, нужно становиться более самостоятельной, более независимой. Вот. И не вести себя, наверное, как ребенок в этом случае. Дальше. Вы говорите про обиды, которые у вас есть, то есть про то, что вы обижаетесь. Здесь у меня вопрос. Вот. Вы когда делаете что-то, да, вот он вас упрекает, почему вы обижаетесь? Вот. Вы просто проанализируйте, погрузитесь в это чувство. Что, что происходит в этот момент? Какие у вас желания, ожидания? Вы говорите, что вам нужно внимание. Для чего? Для чего? Для чего? Для чего вам не хватает? Как бы вы могли это получить другим способом? Ну, то есть вот. еще каким-нибудь способом, да, а не, там, к примеру, ну, не через, да, угождение мужчины, а каким-нибудь еще способом, вот. Что это за чувство? В чем вы не уверены? В чем, в чем противоречие ваше? Вот. Подумайте, потому что обида это очень детское чувство. И взрослые отношения на оберегательстве не строятся. Вот. Напротив, если вы хотите, чтобы мужчина больше внимания обращал на вас, его наоборот нужно отпустить. Наоборот нужно опустить, его наоборот нужно перестать давить, давить, и самое главное вспомнить, вспомнить, какой вы были вот тогда. Какой вы были тогда, когда вы только-только-только познакомились, когда вы только-только стали вместе, как вы себя вели, какой вы были сейчас, вы, наверное, другая, скорее всего, другая. Вот. Очень важный момент заключается и в том, что у ребенка вы как будто бы, знаете, вот используете, ну, как будто это, знаете, какое-то средство, средство для получения чего-то, что вам нужно. Что-то, к примеру, вот он не позвонил, да, там, ну, вам, домой, не домой, а в роддом не позвонил, вот, все, вы обидели, вам этим было обидно. А почему вам было очень обидно? По какой причине? Ведь вы же родили ребенка, что, для него, что ли? Я не думаю, вы родили ребенка для себя. Да. Так, почему вам было обидно? Собственно говоря. Ну, то есть, это вот такая история, да, про ответственность. То есть, что вы хотите, что вы делаете, что вам нужно и как-как вы это реализуете самостоятельно. Самостоятельно. Самостоятельно ли? Ну, вот. По поводу вашей самостоятельности у меня вообще есть достаточно серьезные сомнения, потому что, ну, вы живете как бы с родителями, да, то есть, но при этом вы делаете все по дому. Ну, то есть, насколько вы вообще разграничиваете ответственность, да, свою ответственность, ответственность родителей, насколько, почему вы вообще согласились жить, то есть, жить с ними, с мужем и так далее. Вот. Ну, и еще раз, вспомните то, что привлекло вас в вашем муже, вспомните это, пожалуйста. Потому что, вот, именно то, что привлекло вас, да, сейчас, даёт вам негативный обратный связь. И последнее, последнее, что вы говорили, что вы писали, это то, что вам нравилось, что мужчины вас ревнуют, вот, помимо скандалов. Почему вам это нравилось? То есть, вот конкретно, опять же, почему? Почему вам это нравилось? Что вам нравилось? Вот. На мой взгляд, это очень важная история, потому что, вполне возможно, что вы таким образом, опять же, компенсировали, вы исполняли недостаток своей собственной значимости, недостаток своей уверенности, что беременность вам помогала это получать. Вот. Но, хорошее или здоровое ли это отношение? Вот то, что меня, в общем-то, волнует в первую очередь. Поэтому, проанализируйте, пожалуйста, все данные аспекты. Вот. Подумайте, зачем вам выращать интерес? Мужчины, да? То есть, для чего? Почему вам это нужно? Именно вам, почему это нужно? Вот. Чего вам не хватает? К примеру, то есть, вот, когда вы говорите, что мне нужно его внимание, и так далее. Вот. Обратите внимание на свои другие социальные роли, например, ваши родители, например, ваши друзья, которые у вас есть. Вот. И, соответственно, больше внимания набрать туда, нежели чем то, что вы делаете сейчас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что там с рук вам обязательно поисследуйте те вопросы, которые я задал, это очень важно. Вот. Ну и рекомендую вам личную консультацию, да? Либо вам, либо вам обоим мужем, для того, чтобы, соответственно, разобраться в отношениях. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.